Всем привет! Сегодня мы говорим о программе Snapseed, в которой тоже люблю изменять портреты, делать их более симпатичными и также в ней очень удобно накладывать шрифты. Может быть, даже какие-то ваши водяные знаки мелкие какие-то, чтобы не воровали фотографии, потому что многие об этом спрашивают. Итак, поехали. Выбираю фотографию. Первое, чем я пользуюсь, первое, чем я люблю пользоваться всегда во всех программах, это кадрирование. То есть, я выбираю опять формат, в котором я буду работать. Здесь уже даже как бы попроще, потому что здесь вам программа предлагает всевозможные варианты уже стандартные, классические. Ну вот я выбираю квадрат и едем дальше. Стилями я не пользуюсь совсем, потому что они не подходят. Я люблю индивидуальную обработку. Что я делаю первое? Это коррекция. Чем я пользуюсь здесь? Иногда следует добавить яркости или, может быть, немножко теней. Это вы решаете в зависимости от того, что перед вами. Если у вас засвеченная фотография, где видно плохо детали, ну попробуйте спасти ее, немножко убрав яркость. Но, как вы помните, засвеченные фотографии сложнее корректируются, чем темные. Поэтому излишек света это тоже не всегда очень хорошо. Я немножко яркости уберу для того, чтобы у меня появилось больше объема. Контраст я добавляю не всегда, можно сказать, даже никогда, потому что на портрете таком, где важен эффект в общем, который производят в портрет, он не очень нужен. Я люблю вот здесь светлые участки добавлять. Так как я сейчас добавила чуть-чуть теней, убрав яркость, я могу теперь добавить немножечко светлых участков. Видите, освещенная часть тоже меняется, становится более светлой, а темная часть остается темной. И это придает больше объема портрету. То есть он перестает быть плоским, становится таким более профессиональным. Поэтому я люблю. Также вы можете посмотреть и, может быть, добавить теней. Но вы должны понимать, что чем более контрастные тени по отношению к светлым участкам, тем, конечно, более художественно. Но не видно детали становится работа. А мы все-таки здесь не прям про портрет. Нам нужно, чтобы еще были видны детали, которые были совершены нами. То есть работа. Чаще всего, конечно, мы иногда обрабатываем, вернее, фотографии, которые клиент прислал. И их, да, можно сделать более художественными. А вот свои фотографии пытаемся сохранить детали. Поэтому не заигрываемся с тенями и объемами. И когда я убираю... То есть я люблю, когда лично я выгляжу более холодной, чем есть. Потому что у меня кожа желтая. И смотрите, как сильно меняется, когда тепло-холодность я меняю. То есть я не нравлюсь себе, когда я желтая, и все вокруг меня теплое, потому что я холодный цветотип. А вот когда я убираю тепло, фон становится чуть более голубым, а я становлюсь более свежей, как бы кожа моя становится более такой светящейся, появляются голубовато-розовые оттенки. И мне это нравится на моих портретах. В зависимости от того, какой портрет перед вами, вы можете играть. Если теплый цветотип, у него теплые волосы, теплый цвет губ, то вы можете чуть-чуть теплоты добавить, он станет еще эффектнее. Если холодный цветотип, то наоборот, чуть-чуть убираете теплоту, становится более прохладным и фон, и сам портрет, и достоинства подчеркиваются, недостатки становятся менее видными. И вот здесь, в верхней части, вы можете нажать «Сравнить», что было, что стало. Видите, на мой взгляд, стало прям я свежее, я себе нравлюсь больше. Опять, обработка всех портретов, это дело субъективное, конечно. Нажимаем галочку, сохраняем. Едем дальше. Что мне здесь нужно? Вот нужна ли мне резкость? Я смотрю. Здесь у нас, кроме резкости, есть еще структура. Это немножко разные характеристики. Сначала сгоняем все на ноль и смотрим, как изменится. Сначала выбираем структуру. Смотрите, структура меняет состояние кожи, то есть она как бы усиливает все какие-то мелкие дефекты и все прочее. Посмотрите на лицо. Стали видны все прыщики, все поры, они стали более объемные. Поэтому вы можете структуру уменьшать. То есть, смотрите, лицо становится более мягким, но не заигрывайте, чтобы он не стало вылизанным. Нам нужны все детали сохранить, но убрать какие-то неровности кожи, которые вы запаритесь убирать, допустим, точечно, чтобы, в общем, лицо стало смотреться более мягко. Также структура хорошо ее применять, когда вы делаете обработку локально, но об этом поговорим позже. То есть, не портрета, а прям работы своей. Об этом я расскажу вам в других видео. Итак, я чуть-чуть убрала структуру, чтобы стала кожа мягче. Даже, может, еще чуть-чуть уберу, потому что я не люблю сильно обработанные фотографии. Она должна оставаться живой. И тут мы переходим к резкости. Смотрите, резкость на нуле. И если я увеличиваю резкость по максималке, когда я добавляю резкости, ну как бы чуть-чуть более становится все рельефным. Тоже интересная такая помогающая, в общем-то, мне функция. И можно сравнить тоже до-после, что у нас изменилось. И чуть-чуть отрегулировать, еще меньше сделать. Так, сохраняем, уходим дальше. Что еще я здесь использую? То есть, вот у нас есть такая функция. Вот точечно я нажала. Да, если у меня она примерно такая же, как заплатка в FaceTune, но ею пользоваться проще. И опять, чем сильнее вы увеличите, тем более будет качественная обработка вашего портрета. Так, что я тут сделала? Слишком я была далеко. Опять, если у вас что-то не получилось, стрелочкой вы можете откатить все назад. И вот таким образом, локально все вот эти вот какие-то неровности кожи я убираю, ищу их. Ну вот родинки меня не смущают, но вот какие-то, может быть, вот пятна, которые не там, я их убираю. Зачем они мне нужны? Ну, родинка пусть будет. Так, все, вроде больше ничего плохого нету. Вот у меня родимое пятно на губе, можно тоже его убрать. Все, поехали дальше. Фактура кожи сохранена, но вы убрали локально вот эти вот мелкие неприятности в виде прыщей каких-то, которые никому на портрете совсем не нужны, потому что ваш клиент должен быть красивым, но натуральным, не терять натуральность. Так, что еще здесь можно добавить для красивости? То есть, мы сейчас говорим просто о том, чтобы портрет стал эффектным. Блеск софита. Что это такое? Смотрите, здесь сразу слишком много добавленного. Сгоняем все в ноль и выбираем. То есть, у нас тут есть насыщенность, тепло и сияние. Если добавить сияние, смотрите, как из старого кино становится кожа интересная. То есть, если вы выберете для себя какой-то определенный стиль обработки, то можете потом пользоваться им и ваше портфолио станет узнаваемым. Но вы должны прежде, чем вы выберете, поиграть с этим. То есть, сияние немножко добавить можно, чтобы лицо стало как бы интереснее, как-то оно становится нежнее. Насыщенность опять, она здесь как-то на максималочку. Так, убираем, меняем насыщенность. Если вам ее мало, то вы можете сделать фотографию чуть сочнее. Потому что в некоторых случаях, когда вы фотографировали, может быть, с какими-то неправильными настройками, тепло-холодность. Тут мы уже тоже играли. Ничего я не буду менять. Сохраняем. Иногда бывает, что вы как-то не очень хорошо сфотографировали и недостаточно насыщенности. Да, можно добавить. Либо фотографию вам такую прислали, когда она уже готова. Тут есть смешная функция – положение головы. Смотрите, здесь можно чуть-чуть менять, как бы, положение головы. Если вы понимаете, что… Ну, я не пользуюсь этой функцией, но если вы понимаете, что вам хочется чуть-чуть там повернуть лицо, то можно поиграть. Размытие. Опять, если у вас какой-то задний план не очень красивый, то вы можете его размыть. Вы вручную регулируете размер. Прям можно подогнать так, чтобы лицо было все абсолютно в фокусе. И все остальное вокруг вашего портрета размоется, создастся эффект боке. Степень размытия вы можете регулировать также. Видите, да? Вот у меня голова одна осталась в кадре. И, в принципе, тоже можно добиться очень такой эффектный 3D объем получится у вас, если вы размоете задний фон. Степень размытия и форму вы можете выбирать, ну, просто пальцами увеличивая, уменьшая. Я советую этим пользоваться, потому что все это помогает сделать ваше портфолио и узнаваемым, и более эффектным. Поэтому не ленитесь. Так, здесь у нас круг и виньетирование. Что такое виньетирование? Это когда затемняется вокруг портрета и выделяется середина, выделяется лицо, становится более таким объемным. То есть, прям выглядит уже так, как будто художник обработал. Тоже, да? Можно регулировать, чтобы не было слишком. Можно наоборот сделать слишком. То есть, смотрите, как сильно меняется эффект. Но, опять, вы должны определиться, выбрать для себя примерно, как будет выглядеть ваше портфолио в общем и придерживаться вот этих настроек, чтобы у вас появилась какая-то узнаваемость. Ну, ладно. Сохраняем, идем дальше. Что у нас тут еще есть интересного? Тут есть также виньетка отдельно. То есть, принцип такой же, только, смотрите, яркость внешней и внутренней области вы можете регулировать. Давайте сейчас, пусть этот будет внешняя. В внешней области вы выбираете, как бы, самое освещенное место и регулируете насыщенность. Либо осветляете, либо затемняете, как вам нравится. Но мы это сделали в предыдущий раз. И здесь еще есть такая настройка яркость внутренней области. То же самое. Вы можете высветлить, можете затемнить еще сильнее. То есть, чисто уже в зависимости от того, как вам это нравится, эффектности добавить вашему портрету. Здесь я ничего не буду трогать конкретно, уже здесь все нормально. И тут мы вот доходим уже до текста. То есть, как наложить текст. Вы можете выбрать свой уникальный какой-то цвет, который вам подходит. Вы можете выбрать яркость, насыщенность. То есть, сделать полупрозрачный, наложить где-то на зону своей работы или, наоборот, сделать прямо подпись, чтобы у вас она была ярко видна. И также вы можете выбрать свой уникальный текст, который, ну вот, вам нравится. То есть, здесь их огромное количество. Ну, допустим, я выберу там вот этот. Вот этот. Все. И пишите. Пишите Маша Пупкина. Окей. И все. Выбираете, размещаете. Можете где угодно разместить. И тоже примерно повторять одинаково на всех фотографиях, чтобы вы узнавались. Сохраняем. Маша Пупкина мне не нравится. Надо убрать. Если вы хотите что-то убрать, то заходите вот сюда, смотрите сверху. И выбираете посмотреть изменения. И здесь вы можете любое ваше действие отменить или немного изменить. То есть, вот мне не нравится текст. Я беру и выбираю корзину. Либо я беру и нажимаю редактирование. Я могу что-то изменить. Но мне он не нравится совсем и я его удаляю. А сама фотография мне нравится. Я ее сохраняю. Дальше я нажимаю экспорт и сохраняю у себя в галерее эту фотографию. Потом я могу ее использовать. Что я сделала? Я сделала кожу более интересной. Очистила ее от всяких прыщей, каких-то неровностей. И сделала более объемной. Как бы портрет более объемным за счет игры света и тени. То есть, минимальные изменения. Но они вот такие вот прикольные. Это был снапсид. Вы, конечно, можете поковыряться в нем глубже. Раскопать все настройки. Но это те минимальные какие-то изменения, которые я делаю с портретами, когда пользуюсь снапсидом. В зависимости от вашего вкуса, от того, как вы хотите, чтобы выглядел ваш клиент, ваше портфолио, вы можете играть вот этими настройками. Если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях к этому видео. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!